Вообще, темы, как-то сами по себе, они как-то не планируются. И тема сегодняшней нашей беседы – это перепросмотрение. Перепросмотрение. Вопрос сразу же к вам. Кто, что знает о этой теме вообще что-нибудь? Слышали? Ну, когда внутри рассматриваешь какие-то события в жизни, ну, и разбираешь это из вас, вывод делаешь. А откуда вы это узнали? У вас, точно. У вас, точно. У вас, точно. Сразу хочу вам сказать, что то, о чём я говорю, это всё исходит из моего личного опыта. Это то, что я сам проверял и попробовал на себе, и довёл до результата, почувствовал так, не так, как оно было, с чем я встречался. Потому что, например, говорить о том, что где-то что-то написано, и с чем мы согласились, смысла нету, оно не проверено. Так вот, перепросмотр. Когда-то в молодости я очень вдохновился написанным Карлсом Кастанедой, и прям меня это очень прям вдохновило. И можно сказать, что это дало какой-то толчок в развитии, прям мощный толчок. Дай бог, что я прочитал дальше, чем две книги, где они там курят и дубасят эти грибы, и я всё-таки до третьей дошёл, до четвёртой, и понял, что не в этом смысл. Хотя некоторые не доходят, напуриваются уже на второй и думают, что это Кастанеда. Но это далеко не Кастанеда, это какой-то уже лёгкая наркомания. Я прочитал несколько раз этого автора и тут же начал применять эти практики. На своём опыте. Вот одна из базовых практик воинов в Кастанедовском направлении, это было перепросмотр. Что есть перепросмотр? Это такая тема, это такая мощная долговременная практика, которой нужно заниматься, желательно заниматься каждому вообще, воин ты, не воин, кто ты, никто. то желательно создавать список событий, потому что перепросмотр в себя включает сначала список событий или людей. людей именно тех, которых вы знали, знаете, которые, с которыми вы имели какие-то дела в прошлом. Вот это важно, потому что это хоть какие-то маркеры, по которым мы можем включить память. Включить память другую, потому что у нас два вида памяти – тело и ум. то, что мы думаем и вспоминаем, какие события у нас были несколько лет назад, это один вид памяти. Но когда ты начинаешь заниматься реально практикой, оказывается, что то, о чём мы думали или вспоминали, далеко не так. Всплывает много моментов, много теневых моментов из прошлого при практике, при просмотре, которых мы не помним, но они влияют на нашу жизнь. Вот до этого нужно докопаться. Цель практики – исключить те теневые моменты, те повторения сценариев в нашей жизни, потому что наш ум не может их фиксировать. Исключить эти повторения и стереть личную историю, потому что стирание личной истории – это наиболее важный элемент. То есть он необходим для того, чтобы вы могли… не могу сказать, что поменять себя. То есть это та самая свобода, которая чувствуется после того, как вы начинаете затирать свою личную историю. что есть личная история. Это некий круг описания. Описание «я такой», «этот мир такой», «он такой», «она такая», «это так», «это вот так», «это вот так», «это вот так». И вот это описание у каждого своё, и оно ограничивает наши возможности, наши способности. в какой-то момент мы не можем делать те вещи, которые не входят в наши описания. Всё. Наша задача, вот это описание, либо постепенно, но сразу его убрать не получится, его нужно будет убрать. то есть это и есть ранее личная история. Как только вы понимаете, что… Например, я не могу выступать публично, на меня все смотрят. Это форма описания. Это форма описания. То есть вот эта форма описания не даёт мне этого сделать, и она не даёт мне начать. Потому что моя личная история, например, не включает того факта, что я раньше выступал. Я раньше никогда не выступал публично. Они же на меня будут смотреть. Что же мне говорить? Если меня нет в истории публичных выступлений, и первое моё выступление будет провалено, либо оно будет очень смешным, таким неправильным, ненаправленным, некачественным. Но если моя личная история, включая публичные выступления, то, соответственно, я опираясь на свою личную историю, выступаю свободно и понятно. Понимаете, да? Если вы провалены, я не отрицательный, я запутываю в опыте. Вот. Вот в этом вся штука. Если опыт отрицательный, то, например, я начал выступать публично, кое-как, или меня заставили на сцену «Иди выступай». И я испытал стресс и как бы провалил выступление. Ну, например, да. У меня это отмечается в истории. Публично выступил с провалом. На следующее выступление у меня будет страх ещё раз провалить. Соответственно, в описании будет публичного выступления провален. Понимаете? Вот и всё. То есть вот негативная история, она влияет именно так. Ну, или, например, у многих парней есть страх подходить к незнакомым девушкам. страх знакомства. Ну, казалось бы, парни, мужской, сильный... Короче, вы поняли. В общем, богатырь, да? Ну, мужчина, казалось бы. Вот. Может там яму выкопать три на два, одним маком лопаты там. Может воевать, автомат разбирать, собирать, сделать сайт, сделать денег, сделать бизнес. Хоп, подойти к девушке не может. Ну, сразу был богатырь, а сразу стал... И всё. Ну, слова исчезли, всё, ничего не может сделать. Вот это реально страх. Как бы вся эта сила куда-то подевалась. Это означает то, что у него нету в истории вот этого элемента, как знакомства. Вот и всё. Опять же, из-за этого он не может. То есть ему будет сложно. То есть, понимаете, да? Я хочу объяснить. Ну, конечно. Может быть, если отрицательно, ему будет сложно в следующий-следующий раз. Но потом это всё он может наработать положительно, не со временем. Я говорю о том, что ну, вот, понимаете, зависит многое от описания. От того, какая у нас, какая база описания этого мира. Вот на это нужно обратить внимание. Поэтому стереть описание можно, но его нужно стирать, сносить всё. Постепенно, поэтапно сносить всё. То есть мы, как компьютеры, есть жёсткий диск, в котором есть база данных. Файлы там, всё идёте там. События. Всё это зафиксировано. Наша история. И необходимо сделать формат диска С, отформатировать память. Но не сразу же, потому что стереть память не получится. События, которые вы прошли, они всё равно останутся. Но влияние этих событий, по крайней мере, негативного заряда, снять можно. Вот это позволяет сделать техника перепросмотра. Мы это делаем на занятиях по дыхательным практикам. Только там перепросмотр получается как бы в автоматическом режиме. То есть автоматика. Мы включаем наше бессознательное в такой режим, который оно само, самопроизвольно начинает вытеснять подавленности, страхи, какие-то нереализованные желания, нереализованные эмоции. То, что мы не смогли реализовать. То есть бессознательно начинает вытеснять и снимаются заряды. Но тайгдеки, они делали перепросмотры немножко по-иному. У них обязательно был список событий. От настоящего к прошлому. То есть составлять список событий необходимо. То есть необходимо завести тетрадь. Толстую, жирную тетрадь такую. Желательно формата А4. Хорошего. Никому не показывайте, что вы туда пишете. Не надо. Чтобы никто не нашел. Обязательно. Список событий. пропустим тетрадь. Тетрадь. Мы начинаем писать список событий. Когда я это делал, я вначале потерялся. Что писать? Как вы думаете? Какого писать? Тех людей, которые в твоей жизни получили. Ну, конечно, да. Мы в этом... Потому что волнует это не так. Я... Привет. Я начинал писать не людей, а начинал писать события. Если взять одно из самых знаковых событий в году, у каждого из нас, это Новый год. Да? или День рождения. У меня это был Новый год, потому что я День рождения свой не отмечаю. Ну, к примеру, кто-то наоборот. Новый год так, а кто-то День рождения. И вы начинаете каждый год... То есть я... Ну, у меня Новый год. Новый год там сегодня 2014-й, как я его провел, да? Записал. Новый год, ну, примерно какой-то маркер поставил, что там было, чтобы это вспомнить было в памяти. Потом 2013-й, и так спускался, 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 каждый год я записывал, что было в Новый год. Вот это я помню. Ну, бывало там, пару лет выпало реально. Я просто спускаюсь. Я доходил до такого момента, когда я лет 8 назад пытался вспомнить Новый год, какой он был, и там уже у меня такой список. И я уже, представляете, 8-й, 7-й или 6-й, я уже не уверен, как их местами поставить. Я такой думаю, так, вот этот Новый год, он был вот так, этот вот так. Меня это начало удивлять, потому что как бы ты думаешь, ты вроде все помнишь хронологию, но я сейчас вспомни, все вспомни. На самом деле, ты ни черта не помнишь, больше, чем пару лет назад. Ну, скорее, ибо должны быть очень яркие события. Глубокие, да, события. Очень яркие даже. Потом можно вспомнить, что 2 года назад, 10 лет назад очень ярко вспомнить, что это не было. Ну, конечно, но они очень яркие. Можно выписать именно по яркости события. Например, НГ, Новый год, ДР и яркость. Яркость событий, да? Ну, самые яркие события. Обязательно нужно писать в тетрадь вот настоящего, к прошлому, потому что, если с прошлого, там, с дня рождения начинать, обратно, то там вообще будет путаница полная. Важно именно начать со списка, потому что во время уже написания списка, уже в это время у вас практика начинает работать. То есть, когда вы уже начинаете делать список хронологии событий, просто хотя бы уже вы начинаете работать в этом направлении, вы уже начали работу в этом направлении, у вас уже включается перепросмотр. Уже где-то через полчаса вы можете зависать, то есть, вы составляете список, например, Новый год, 3-4 года вспомнили, и вас... Только Новые годы. Только, да, только Новые годы. Тун-тун-тун-тун. Потом. Только Дни рождения. Тун-тун-тун-тун. Потом. Ну, я потом писал лето. У меня, то есть, что, какие-то летом были события яркие. Это лето я отмаркировал так, то есть, какое-то одно событие в лето. Этим летом у меня было вот это событие, тем летом у меня было вон то событие, они могут быть в разное время лета, тем летом это событие, и насколько можно вглубь. Не обязательно до рождения вспоминать. Важно, насколько вы продвинулись сюда, настолько и пишите. То есть, хотя бы вот эту область обработать, хотя бы. То есть, ее заполнить. потом уже, когда вы наполните ее более-менее, у вас откроется еще одна область, потому что эти области в памяти открываются, как бы, они не сразу открываются. А я вот людей писала, мне знаете как, то есть, у меня с двух сторон. Я помню детский и помню сейчас, а вот резинка здесь ставим. К детским вообще не подходить? Пишите детский. А можно. То, что да, вы можете секторами писать. хорошо. Вы можете именно по секторам писать. Вот правильно. Что бывает, что открывается какой-то вот этот вот сектор памяти. Вперед он открывается. Но вот этот, например, пробел. Заполняете вот этот сектор и вот этот. Все. Потому что после, понимаете, есть, как это, плотность заполнения. достаточно плотно заполнен один сектор и второй, у вас автоматически начинает приоткрываться вот этот с этой стороны и вот этой с этой. То есть, это все происходит, но по мере практики. То есть, сразу вспомнить все, да лучше не браться. Зачем? Это будет некачественно. Таким образом, я писал Новый год, лето, как я провел лето. вот там пару событий, там буквально описание, чтобы у вас это в памяти всплывало. Потом зима, школа у меня пошла, учеба пошла, в садико начали выплывать события. Дальше можно, то есть, допустим, вот это все написали, яркость события. люди. А вот список людей я даю на практику по дыханию. Нужно на курсе ТДТ. Почему? Потому что людей много, согласен. Через каждого проходит. Очень много. Прямо много-много. но это позволяет сделать, пускай список будет больше, то есть, если вы составляете список людей опять от настоящего к прошлому, он будет больше, но зато он будет, как-то, он будет заполнять больше объема. Плотность списка будет больше, пускай и медленнее, потому что это все-таки некие такие консольные точки «Новый год», «Жди неяркость». Это точки, которые еще нужно будет раскрывать. Понимаете? То есть, Новый год, за ним идет январь, там, февраль, что я делал. Понимаете? Там, декабрь и так далее. То есть, из Нового года можно уже будет делать разветвление. Но опять, эта работа большая. Если люди, то у вас это все автоматически закрывают. но дольше. Ну что, людей много. А если люди, то вы можете разбить по... Список можно разбить по этим... По сферам. Сферы деятельности. Это самая-самая вообще вязкая, глубокая такая сфера у каждого из нас это любовные отношения. Это очень мощные привязки и после отношений мужчина-женщина после того, как они закончились. Когда-то где-то несколько лет назад. Первая любовь у многих была. И у многих вот эти отношения, когда они закончились по разным причинам и с разными результатами, если они закончились, то они чаще всего оставляют болевые следы. То есть, это энергетический заряд, это потеря эмоциональная, которая осталась. то есть, она может как раз-таки подъедать нашу энергию. И вот эта сфера, она должна хорошо проработаться. Об этом дальше. Еще не дошли. Сфера любовь. Что здесь? Список людей, всех партнеров, с которыми у вас были отношения. Даже если отношений не было, были сексуальные какие-то, мини-отношения, микро, тоже надо вспоминать. Даже если вы не помните имени. Пишите, была в пиджаке в клеточку, в мини-юбке там. Все. Главное, чтобы вы в памяти это отметили. Отметочку, галочку. Хоп, поставили. Пошли дальше. Вначале вы прорабатываете вот одну сферу, закрываете. Просто сложно, когда очень много у некоторых партнеров, они просто, у них большие объемы. Это, но опять же, как только начинаешь вспоминать, прорабатывать, они автоматически начинают выплывать в памяти. В течение дня даже. О, точно, у меня же было вот это. Такой достал, там, чик-чик-чик, написал так. Все, пошло. Запомнил. Отметил. И следующее, следующее. Оно начинает автоматически само выплывать. Дальше. Какая еще наиболее важная сфера? Работа. Нет. Семья. Семья. Родственники. Родственники. Здесь надо перечислить земного шара. А те, с которыми вы общались, рядные, с которыми была какая-то связь. Пока просто записываем. То есть, нам нужно составить список. Просто, вот, мы только со списком работаем. Никаких там ритуалов не надо проводить, не надо мантры читать на этих людей, там, сжигать это, куклы не надо делать, там, ничего, вот этого не надо. Просто нужно маркировать вот эти моменты. Родственники. Тут уже пошла работа. Работа. Почему работа? Потому что многие из нас работают. Практически все. Все работают. И это такая область, считай, мы тут треть жизни проводим. На той работе, на этой работе, на той работе. какая разница? Где-то мы проводим большую часть времени. Тут уже коллеги вспоминаются, кто это что-то сделал мне, это что-то там. Все это выплывать начинает. Все это начинает сплывать. Тут просто пишем имена. Имена. Я брал даже, я в свое время работал и в Альдорадо, и там, магазинах. Я тренировал свои навыки психолога. мне нужно было реализовать некоторые возможности, которые дает психология. И когда я отучился, то мне нужно было куда-то это дить. Надо как-то... Еще не было практики, я пошел в торговлю. И вот эти вот моменты по психологии я отрабатывал на покупателях. то есть были определенные манипулятивные техники, практики, да. И плюс я еще одновременно занимался перепросмотром, потому что сам перепросмотр освобождает огромное количество энергии, которое зависло в прошлом. Гири, обещания тут вылезают. Такая вообще фигня вылазит, честно, просто. Теневые личности вылазит, которые на нас повлияли, а мы даже про это не помним. И я отрабатывал вот эти навыки, даже, знаете, до чего дошло, что меня начали повышать. Мне этого не нужно было, мне нужно было работать с клиентами. То есть клиент заходит, я к нему жук, вот. Многие коллеги не понимали, они как бы, ну, там, как это, увиливали, там, халявили, там, где-то чай попить, а я нет, я на передовой, то есть мне нужно было это. Все думали, что я так хорошо работаю, но скрытая цель была в другом, это было в чистой сталке. Деньги потом, все это потом. И дошло до, потом я уволился, дошло до того, что я брал, искал графики работы с фамилиями всех сотрудников поднимал эти архивы, спрашивал, выцеплял эти графики и вот вспоминал фамилии, кто там еще был для перепросмотра, для того, чтобы записать свой список. У меня даже где-то стопка с этими распечатками лежит, фамилии сотрудников, с которыми я работал. Я все оттуда выписывал себе в тетрадку. Ну, я думал схалявить. То есть, если вы можете схалявить, у вас где-то есть базы с сотрудниками прошлой работы, вы можете эту халяву себе сделать. То есть, открыть эти базы и уже их записать себе в список. Но работа это огромный пласт. Если любовные отношения не у всех много партнеров, не тысячи, то вот в этой сфере несколько тысяч имен может быть. Много сфер. можно работа один, работа два, работа три. Это все в реверсном порядке. Сегодня вы работаете в одном месте, года два в другом месте и пошли, 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 до учебы. Дальше идет учеба. Учеба. И потом уже идет школа. В школе можно легко написать в институте. чтобы не было плохих слов. Дальше идет школа. В школе вспомнить в принципе легко. А у меня в тот момент была мать за границей. А мы созванивались. Были моменты, когда мне мать спрашивает, ну что, как дела, чем занимаешься? А я ее спрашиваю, мам, помнишь, я в лагерь ездил, в каком году это было? Я просто помню, я ездил в лагерь в Польше, там, я вообще не помню, когда это было. А у меня тут, у меня список, мне эта хронология составляет. Я говорю, ну мам, напрягись, вспомни, пожалуйста. вот в этот лагерь я в каком году ездил, она такая напрягается, не помню, говорит, мам, ну вспомни, пожалуйста. И вот еще в другой лагерь я ездил. Я постоянно, то есть все разговоры наши заходили вот в эту область. А помнишь, мы там ездили в Белоруссию, в каком это году было? Вот летом, помнишь, вот там то было, то было. А она не помнит это вообще. То есть я уже спустился до этого момента, там несколько, там 8 лет назад. Я здесь в хронологии достаточно много заполнил список плотно, но где-то уперся, потому что у каждого где-то кто-то упирается лет 8-5 назад и все, и не может дальше писать. Там путается все, ну слишком глубоко. Вот. И я допытывал всех, кто, с кем я когда-то и доходил до таких вещей, что я вспоминал достаточную часть событий, записывал. Бывает, они путались, потом на места все равно они выстраиваются. Ты там подбиваешь. А, этот же было вот там. Хоп, перенес его там. У меня там такие в тетрадке стрелки были, это было там, это было там, такие шахматы там. В общем, там можно было запутаться. но все же главное это все замаркировать. То есть, не то, как у вас такой красивый список. Красоту там наводить не надо. Надо, чтобы по смыслу все попадало. Я вспоминал такие события, которые просто, знаете, где-то, вот я вспомнил, записал, я вот где-то минут на 15 просто вот так завис. я осознаю, то есть, открылся какой-то блок в памяти, который у тебя прям при записи этих событий включил распаковку. Вот этот процесс даже доходило до того, что я почувствовал запах тех, того времени. Вот эти такие мимолетные. Ну, конечно же, он не был в реальности, но память, она позволяет такое чувство. Я просто зависаю на минут 15. Ну, глубокие события, настолько они влияли на мою жизнь, что это включает прямо вот здесь и сейчас вот эти вот ощущения. Понимаете? После некоторых событий я подходил к старым знакомым и им начинал говорить. Помнишь, мы с тобой где-то тогда, тогда-то в такой-то момент делали-сделали то-то, то-то, то-то. Я все рассказал в деталях, на меня смотрит мой знакомый и он не понимает, о чем я говорю. Я говорю, «Ну ты что, не помнишь?» Он говорит, «Нет». «Я ищу одно событие, теперь вот это». И многие из моих старых друзей просто этого не вспомнили. Я описал событие полностью, вообще, как оно было от начала до конца, достаточно подробно, они просто не вспомнили. У них это не работает, у них не запустился процесс, слишком глубоко. Что это дает? Вот этот список уже на стадии его составления запускает процесс перепросмотра. Уже. Уже запускается процесс. Все. Есть еще такое понятие, как пропуск. Со списком понятно? Есть такое понятие, как пропуск. Это понятие также из Кастанеды. я когда читал, я не понимал, что за вообще какой пропуск. Куда, на КПП какой-то что ли пропуск? Пропуск это такая штука, когда вы составили список, наполнили список до определенной плотности его событий и включилась перепросмотр включился в автоматическом режиме. То есть вы его наполнили настолько плотно до какого-то момента, когда у вас уже в течение дня повседневной жизни у вас уже начали всплывать события или имена людей, или события автоматически, сами по себе, в фоновом режиме. понимаете? Вот это пропуск. То есть до этого нужно дойти. У кого как? Если это имена, то это где-то 300-500 имен. Я тоже занимался этой практикой, страдь большую записал все дела. Вот потому что сейчас жил в Москве с самого другого города. Приезжал в родное город, там с мамой берегу в родную школу. Я помню, а возле этой лазил по парфелям и сказал, что тебе дали там. В 95-м году сам подпойду. Как это вообще? Откуда? Ага, то есть ты запустился? Играй психологически. А вот в этом месте, а вот тут, а вот тут как ветер падает. И как ощущения? Ну, ощущения, конечно, ничего себе, идешь, ты завершаешься, что-то сплошное. К слову, я тоже лазил по школам. Я когда начал список составлять, я приперся в свою школу. Вот так. И вот эти события, ты как будто попадаешь, вот реально попадаешь в прошлое, и ты видишь себя. То есть, понимаете, вы как бы, то есть, прошлого не существует. Вы сливаетесь с этим монолитом событий, который он есть сейчас здесь, в этой реальности. И прошлое, настоящее будущее. И вы вот это все чувствуете, через себя пропускаете. Вот то, что, то, о чем ты сказал, это есть возврат энергии. Когда ты, когда тебя пьянит запах вот этих вот ощущений, ты вспоминаешь, вот в этот момент ты, вот эти ниточки энергии, либо вот эти лужицы, или там что там еще, в какой форме, ты их возвращаешь себе. Знаешь, как терминатор идет такой, жидкого металла, тут лежит какой-то его часть, оторвана, она растворилась, такая лужа, такая, в него, а там еще части валяются. И ты идешь, и это тоже растворилось, такой жидкий металл, и в тебя такой, и ты начинаешь собираться. Вот это я, через это тоже прошел. Потом я лазил, туда пошел, туда пошел. Я даже дошел до того, что, я тоже из другого города, в Калининграде, все это делал. Да, я уже туда-сюда, туда-сюда ездил, по тем местам, даже в лагерь какой-то съездил, посмотрел, ощутил, а вот это перепрожил все снова. Интересно, только события даже, какие-то ощущения. Именно ощущения. Возьмите, да. Возьмите, да, даже какие-то позиции. Ну, не может сейчас какие-то. вот это есть, вот это есть телесная память. То есть нам нужно включить именно этот вид памяти, потому что, вот это мы говорим, телесная память, да, это мы сейчас сотрём. Телесная память, она, назовём её память 3D. Память, ну, 3D даже этого мало, описание. Тут ещё идёт, идёт ощущение. Телесная память, ну, назовём 3D. А есть память от ума 1D. 1D. Вот это ум, это тело. 1D. Всё, она вообще, то, что наш ум думает, что он помнит, это ничего не помнит. он помнит вообще там какую-то долю. Потому что большая часть памяти зашита в нашем теле. Понятно, да? То есть нам надо включить именно вот эту память. Она включается через список событий. Вот. 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 Что надо? Что надо? Ну, если ты включишь, пересмотришь, то освободишь энергии. Потому что внутри там на коже не может. Вот. Понимаете, что у каждого из вас есть выбор. Есть выбор. Раскрывать зашитое. Да? А если по башке даст? Не даст. По башке не даст. Мне же не дало по башке. Если вы сделаете это правильно, вам это не даст по башке. Мы же это делаем не для того, чтобы нам нахлобучило. Так ведь? Мы же для чего это делаем? Для того, чтобы вернуть энергию. Для того, чтобы оживить телесную память и произвести возврат. Как может дать по башке? Вашей же энергии нет. Это вот это страх. Вот это мысль страх. Вот это вопрос, который задан из страха. Если по башке даст. Вот это вот этот сегмент. Нет, ничего не будет. Если вы будете делать правильно. Но необходимо, если вы начинаете делать перепросмотр, хотя бы список, его надо делать до конца. По максимуму. На это может уйти несколько лет. От года, смотря как вы будете делать, до пяти лет. может уйти из составления только одного списка. То есть просто вспоминание всего, что было в прошлом, это возврат, ну, какие-то силы, это энергия. вспоминание, вспоминание на уровне тела. Не на уровне ума. Без решивовки. Это перепросмотр. Мы перепросмотры, это что-то пели. Да. Если у вас вот эти ощущения включаются, чувства, те самые, которые были когда-то. Да. И мысли на уровне даже. Да. Прямо на уровне эмоций. Это значит, что вы задели именно тот сектор, который был закрыт. Вы его... Понимаете, освобождение это повторное перепроживание. Перепроживание той эмоции, которая была заключена, которая была подавлена. Либо был, скажем так, вспышкой эмоциональной. Даже очень чрезмерная радость в прошлом. Но вы настолько были счастливы, что прям «А-а-а-а-а-а-а-а-а». Счастье вас просто порвало изнутри. Это тоже выброс эмоциональный. Какая разница, он идёт в плюс или в минус? Понимаете, это идёт выброс. И вот этот выброс это небольшая потеря энергии. Всё равно это потеря энергии. И когда вы возвращаетесь к этому переживанию, вы вот этот выброс, который вы потеряли через эмоциональное событие, да, или реакцию, вы вот этот выброс забираете. То есть вы как бы снимаете заряд оттуда. А мне может еще больше? Да нет, возьму. Ну, посмотри, кто-нибудь... Кто-нибудь тебя настроил на то, что, ну, вот так, ты чего-то не можешь. Ты теперь смотрел и поняла, почему ты не можешь. Да. Вот к этому же моменту, хорошее пояснение, хочу еще сказать, что вот эта практика, она направлена на то, чтобы убрать повторение действия. Потому что за то время, когда я составлял список и вспоминал, я навспоминал столько тупых действий, которые я делал, повторяюсь. Я повторяюсь в этом, повторяюсь в этом. Я вспомнил, что пять лет назад я делал точно так же, как сейчас. Я увидел свои ошибки от этого действия. И благодаря, понимаете, вы тут работаете с осознанием в масштабе. То есть тут осознание в масштабе. Здесь осознание 1D. Тут масштаба нет, оно просто кусками. Фотография. Фотография, абсолютно. Тут нет хронологии. Когда начинаешь оставлять список, у тебя вот там такая вот... Куда это что писать? Это имя вроде было тогда-то, это было... В какие-то моменты ты теряешься просто. Куда что записывать? Но потом ты все-таки выстраиваешь. Новое надо фиксировать или легче? Новое пока не фиксируйте. Хотя бы, да. Потому что потом легче будет. Например, вы сегодня начали составлять список. Составляли его пять лет, к примеру, да? Или там, ну, допустим, год. Но вы можете вот этот год, который вы составляли список, благодаря вот этому навыку и опыту, который вы сделали за год, да? Ну, при работе с перепросмотром. Вот этот год вы нагунете вот так. Просто вообще. У вас память настолько будет... Прям, вы даже удивитесь. Плюс это очень хорошо развивает память. Прям результаты запоминаний бешеных. Вот задача перепросмотра – снять эти эмоциональные заряды и вернуть ту выброшенную, потраченную, бездарную энергию на лишние эмоциональные переживания, которые были в прошлом. Вот и все. Вот и с родственниками хороших пройдет. Самая крутая работа – это любовные отношения и родственники. Которые часто программируют на то, что чего-то мы не можем, там много повторений будет. Будет очень много повторений, да. Вот, смотрите, есть память в событиях. Оно всегда есть в памяти. То есть ты, ну, всегда там, конечно, на поверхности. Желет, там, меня очень рекламы, и я помыла. То есть я помыла, и никто не спасал. Это событие, но оно, ты его помнишь, ты его знаешь всегда. Ты просто, ну, это, то, что вырезалось в память, то, что не надо вспоминать, спи-иск, и там всякими. Вот, ну, в чём суть? Прозвольте, то, что оно у тебя крутится, ну, оно у тебя есть в память, а я надо стереть его. Мы не увидели остирание в прошлом. Да. Вот, я не увидела эту суть. То есть мы вот в этих списках все смыслы. Очень страшно, просто на этот момент. То есть я... Суть в том, чтобы извлечь эмоциональный заряд из события. События вы не забудете никогда. Да нет, мне офигительно плохо, потому что это, ну, вот, я прям вот сейчас, ну, как я захлёвывалась, да, а там, ну, то у меня очень плавно такое, например. Стоял, смотрел, говорит, ну, давай, давай, поравтайся, поравтайся. Выучит, пожалуйста. Выучит. Довите кусочек, кусочек. Я помню, но он не измотан. Он не ощущает. Чисто. Начни полностью. Лавиночку, кусочек, или какой-то. Есть ещё какое-то. Вот событие вы помните вот так. Вот какую-то часть, если вы не помните, не осознаёте, то всё, у вас событие, то есть у вас вот эта часть, она в тени. Тут могут быть так же переживания, тот же страх, туда-сюда, но это, если вы вот эту часть не помните, да, в тот момент, когда вы тонули, либо до того, как вы начали тонуть, понимаете, либо после, вы какой-то момент упустили, вы не приняли вот эту ситуацию. Да. Всё. То, что есть у тебя что-то, есть кушку, то, что тебя тащит у нас, то, что ты не даёшь двигаться, то, что ты не даёшь, да, она. Ржать. Да. 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 Ну да, да. То есть, это значит, что ты это забыли, не принял, да, частично, да. То есть, ты не помнишь, как ты вышел из воды, и не может быть жить, и что ты их дал, что ты их делаешь отлично. Да. Да. Оно некомпенсировано. То есть, если что-то отрицательное в прошлом есть, значит, нужно посменить настолько, чтобы было неположительную часть, и неположительную часть, а где поскольку, а всё забыли, надо снять именно заряд, потому что, вот вы поймите, нету отрицательных событий. Положительное получается надо отрицательным? Необязательно. Вот вы поймите, нету отрицательного положительного. Есть непринятое. То, что человек не помог вам, может быть, именно к нему какая-то есть привязка. Мне кажется, что может быть, кто-то заставил к нему. Там, вот именно, там может много чего раскрыться. А может быть, такое просто развернуться, что дело-то не в этом случае. Вы просто помните только следствие. Понимаете? Смысл вы поняли? Что событие отрицательное, которое на вас влияет, оно не принято до конца. Всё. Этим всё сказано. Понимаете? Ничего больше. Всё остальное от ума. Ну, логично. Из жизни, например, то, что меня так же в воду скинули, я тонул, но я выпал. У меня больше такое позитивное к этому событию отношение. То есть я научился так плавать. Но всё равно я его всегда вспоминаю. То есть что-то там осталось. Например, я не помню человека, который меня кинул. Когда начинаешь делать всё в проекции, глобально. То, то, то. Потому что в каком-то знаковом событии есть теневые, около события, предпосылки к этому. Понимаете? Потому что если случилась беда, то к ней есть предпосылка. Чаще всего вот эта предпосылка не осознаётся. Осознаётся только «О, беда! Как было плохо!» Всё, больше ничего. И вот это вот вот это событие негативное, оно очень сильно влияет сейчас. Оно просто хавывает энергии. Оно забирает. Вот и всё. Задача. Что сделать? Задача – вспомнить всё полностью событие. Включая предпосылки к этому событию. Теневые. Вот это всё включить. А это находится в теле. Это в уме может находиться? Наверное, ум. Плохого слова тоже не должно получиться. А это тело. Вот это надо всё вспомнить. Это я ещё не дошёл до дыхательной практики. И до ящика. Это мы только о списке говорим. Влияем, да, друг на друга. В поле зашли, в такое. Общее. То есть, надо двигаться дальше? Нету дальше. Нету дальше. Нету дальше, нету ближе. Двигаться некуда. Есть просто действие. Всё. Да. Получается, что вот эта память, которая от ума, которую мы 1D назвали, нужна только для того, чтобы выйти на улыбку этой памяти. Да? Да. Мы в любом случае 1D используем. Иначе, как мы напишем список? Никак. Никак. Конечно. Конечно. Нам нужно что? Нам нужно загрузить, запречь вот этот 1D. Заставить, ну, начать с малого. Потому что 1D это только вот такая частичка, вот такая частичка памяти 3D. Вот это всё. И нам нужно вот таких частичек восстановить. потому что здесь идёт всё в объёме. Потому что события, они как бы нанизываются вокруг одного стержня. Когда вы вспоминаете весь объём, вы можете обалдеть от того, когда вы осознаете сам стержень, вокруг которого находятся все события. Вот это вообще просто потрясающее переживание. Вот это ключ к силе достаточно серьёзный. стержень. У человека это проблема, что ли? Нет, нет, стержень не является проблемой. стержень, это как, я не знаю, это необъяснимая штука, но это стержень, на который нанизываются все ваши события в жизни. Понимаете? ну, например, смотри, мой стержень, вокруг которого нанизаны мои события, отличается от твоего. Понимаешь? И вот эти события как раз таки формируют этот стержень. Я пытаюсь сейчас вам объяснить с точки зрения 1D, 3D, но это очень сложно. Это всё, 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 всё открывается, когда вы делаете практику. То есть, есть зона, в которую вы входите только за счёт действия, не за счёт спекуляции ума, а за счёт того, что вы сделали. Не сделали, даже вам объяснять будет бесполезно. Либо вы будете кому-то объяснять тот опыт, который вы прошли в практиках дыхания, вы будете говорить «Да там то! Там такие ощущения, там такие ощущения, которые не прошёл ничего, он ни разу просто ну, как-то там поймёт, но это будет не то». И у нас у каждого есть определённый стержень. И вот этот стержень это, скажем так, не знаю, скелет, что ли, на который нанизаны все события. И на него, да, и на него не накручиваются. Но нужно что сделать? Нужно снять заряд, эмоциональный заряд с этих событий. Вот этот эмоциональный заряд, это да, потраченный энергет. там же вспоминаются обещания, которые вы дали кому-то и не сделали. Потому что данное обещание кому-то либо себе, всё, я с понедельника, что там ты хотела? На голод, да? Я с понедельника зайду на голод. Я зайду на голод. Всё. Хоп, понедельник. Слышал? Хоп, понедельник, обед понедельника. Ты такой съел уже тарелку супа, такой Ну ладно, завтракал. Ну такой уже, ой, голод. А уже обед там уже, там, позавтракал уже. Ты только вспомнил об этом. Себя спалил за съеденным обедом. Такой хоп, а всё. Что получается? Ты, то есть, продекларировал, ты как бы намерился, ты в этот сектор реальности в понедельник заложил намерение своё поголодать, но ты этого не сделал. Соответственно, вот это намерение поголодать, оно просто не реализовалось. А пускай его не так много, это не такая большая потеря, ну и бог с ним, ну и во вторник поголодает, да и фиг с ним. Всё, но вот соберите сколько дней в жизни вы вот таких вот делали растрат, ну мелких, к примеру, их просто наберётся огромная масса. Вот эта огромная масса, это очень ощутимая трата энергии. Ничего, осознать. вы просто зависнете, когда вы будете делать, вы просто как компьютер зависли и всё. И у вас включилась телесная память. Вы осознали всё, перепрожили, осознали теневой аспект, предпосылку, потому что до этого намерения была предпосылка, да? Какая? С чего ты взял, что надо вообще голодать? Болезнь. Болезнь, да? Вот. И тут у тебя уже начинает развертываться череда событий, болезнь, всё, что с ней связано, и ты получается осознаёшь несколько ещё других секторов. Вот это уже более широкое осознание, вот это и есть освобождение. Потом ты можешь это намерение, которое не реализовал, его просто вообще аннулировать. Но чаще всего это не осознаётся. То есть ты, ну, как бы, ты брякнул, но не сделал. Брякнул, но не сделал. А у некоторых есть привычка брякать и не делать. Она такая вообще постоянно бренчит и ничего не делает. Вот. Такие люди очень много теряют. То есть к ним потом и относятся соответствующие. Вся задача вернуть. Дальше. Дыхательные практики. Итальдеки использовали дыхательные техники для того, чтобы вернуть также энергию. У них техника была намного сложнее, нежели чем написать список просто. Они вначале писали список, потом они колотили себе ящик, типа как гроб. Гробы себе делали. И с определенным списком, который они могли запомнить. Себя закапывали в этот ящик либо при помощи других тальдеков, других воинов. Они погружались в этот ящик, ложились и перепросматривали. Делали дыхательную практику. Но я сейчас как бы не склоняю вас к тому, чтобы вы себе колотили гробы, закапывались куда-то. Я это делал. Я закапывался. Некоторые даже как-то меня увидели даже спрашивали, что ты делаешь где-то там в поле. Все равно кто-то проходил. Но это уже такая более глубокая техника перепросмотра. Ее можно сделать и без этого. Во-первых, мы занимаемся глубоким дыханием. Это уже одна из форм перепросмотра. Даже без списка эта практика оживляет и поднимает многие пласты, многие переживания и включает телесную память в 3D. Но единственное в отличие от перепросмотра со списком, в отличие от этого, глубокие дыхательные практики делают это хаотично. Они разные воспоминания, разные кластеры выкидывают на поверхность и это прорабатывается, это осознается. Вот и все. Но опять же, если вы начнете делать список, начнете делать, делайте его не спеша, в свое удовольствие, аккуратненько, ответственно, пускай это растянется на год, на полтора, на пять, ну пускай, пускай он будет, то это уже есть хорошо. То есть вы дойдете до пропуска, до момента, когда у вас начнут всплывать воспоминания в памяти в автоматическом режиме, не просто какие-то там о, вспомним, а именно ощущения. Они могут быть в течение дня. То есть в течение дня вы можете где-то подвисать. висите, 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 висите. Потом включились и опять пошли. Вот будьте готовы. Было такое? Нет? висите, висите, висите. Висите, висите, висите. У меня было, когда я сейчас висит, составляю людей, просто люди, идут, идут, и раз, и сразу тянет, куда-то поехать в прошлое место, где-то не жила, и раз в какой-то момент. Тянет, да? Тянет. Меня тянуло так, что я собираюсь и еду. Приехал на это место, как бы ты дышишь этим событием. вдохнул прям то событие. А потом, когда уже езжаешь, все, тынц, какая-то нить, тун, все, вот такое ощущение. Оооо, прилив такой, да, 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 как будто освободилось. Вот такие ощущения. Но можно не ехать, то есть, можно не ехать. Но если есть возможность, то съездите, сходите на это место, сходите на это место, если позволяет возможность. и проведите такую тему. Вообще, у меня сейчас есть возможность, не сейчас, но вообще есть возможность, может быть, в следующем году, по весне, поехать в Мексику. Мексику как раз-таки к этим шаманам. Именно линии Тальтеков. Тут Кастанедовское направление, есть проводник, есть люди, которые уже несколько лет к ним ездят. Мне лично самому просто интересно, так оно ли это на самом деле, потому что хочется проверить, реально ли эти шаманы. Реально они Тальтеки. Если есть такая возможность, то можно будет организовать выезд именно в Мексику. Конечно же, это будет возможно по стоимости, нормально. Время пока есть, где-то тысячи четыре долларов, может быть, все обойдется. Но ехать надо где-то недели на две. Примерно так. Надо ознакомиться с вами? М? Надо быть знакомым, можно? Нет, не обязательно. Ну, хотя бы немножко почитать, что это такое вообще. Хотя бы должен быть минимум интерес, потому что у меня есть интерес, я много использую в своем опыте из практик кастанали. То есть изначально я много что проработал по этой теме. Но есть люди, которым он вообще не пошел. Вот эти знания вообще не пошли. Вообще просто. Мне страшно, я туда не иду, я боюсь. Просто это такая тема. Конечно же это описание, что его книги это просто указатель на те знания. Указатель. Это не знание. То есть в книгах нет знания, но там есть указатели на это, на нечто. Просто после того, как вы узнаете, что это такое, прочитаете, да, то вы никогда не будете прежним. то есть это меняет очень многие взгляды. Ну, к примеру, просто есть определенный контингент людей, которым Кастанада пошел, он реально работает, эти практики. и это не обязаловка. Просто есть возможность съездить в Мексику именно туда, в колыбель тольтекских магов, шаманов, может быть, попробовать пьет. Уже была возможность, да? У Ильи была, да, уже были тут шаманы, пробовали пьет. Но здесь это запрещено. Так же, как и Айваска. 12 лет за организацию таких дают. За организацию ритуалов с Айвасками, с пьетами дают 12 лет. Поэтому надо ехать туда, где не дают. Понятно, да, что есть перепросмотр? Потому что в рамках тренинга нашего составления списка и дыхательных практик, глубокого дыхания, этого достаточно для того, чтобы уже включить вот эти состояния и запустить возвраты. Этого достаточно. Не обязательно гробы делать, закапываться. Ну, пока не обязательно. Дыхательные практики только глубокие вращаются? Нет. Дыхательные? Ну, которые хотя бы вас выводят на пограничное состояние сознание. Например, в домашних условиях существуют? Да. Да. Вот та лекция, которая называется практика дыхания, это Вайвейшн. Это такая, как сказать, техника, которая глубоко вас не погружает в измененное состояние. Вы всегда откидывает. Да. Но бывает нормально откидывает. Хорошо так. По крайней мере, глубокую медитацию. Эта практика хорошо ограничит с перепросмотром. Она хорошо дополняет. технику делать можно дома, но, конечно же, база должна быть. Когда база есть, уже легче делать практики. какие-либо. Нет базы, конечно же, будет миллион вопросов, и ни один ответ их не удовлетворит. Потому что нет опыта, и все. Если опыта нет, базы нет, это очень тяжело. 3D на 1D никак. Вот и все. Да. И ниточка за ниточкой. И у. И у. 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 Потому что вспоминаешь массу людей, которые настолько реально повлияли на твою жизнь, но ты их ни черта не помнил, и тут ты их вспоминать начинаешь. Такой думаешь, оказывается, это из-за него, из-за нее. Я начал заниматься вот этим, понимаете, я вышел на это, а я -то думал совсем по-другому, что это все само. И понимаете, тут начинает такое слово, есть умное, деструктуризация эго. Почему? Потому что когда вы вспоминаете события в 3D через вот эту практику, то вы многие события, многие начинания, многие заслуги осознаете с той позиции, что это далеко не ваши заслуги, это далеко не ваши заслуги, а заслуги того человека, того человека, который вы привили себе, соответственно, усилили свое эго, то есть у вас получается деструктура, ну точнее если эго было абракадабра, то оно становится гибким и ну скажем так текучим, более текучим. То есть много людей, которые присвоили медали за какие-то заслуги себе, но эти медали или эти заслуги были благодаря родственникам, каким-то близким друзьям, каким-то событиям, либо там еще кому-то, понимаете? Человек о, это я сделал, все он налепил на свое я и этим понтуется, но это очень сильно блокирует нас в настоящем. Вот и все. Осознание вот этих теневых личностей, оно конечно же очень-очень хорошо поворачивает мозг и дает возможность сделать эго нашу структуру более гибкой и восприимчивой к текущему моменту. Это дает ту самую свободу, о которой все пишут. Свобода от чего? Я до сих пор не понимаю от чего свобода? Что, мы не свободны? Что, мы связаны, что ли? Какая свобода? свобода от установок тоже установка. Свобода от ограничений. И это тоже ограничение. Нету той свободы, но есть просто действие. Понятно, вот это то, что я знаю из своего опыта. То, что я прошел, почувствовал и оно сработало. Может, есть какие-то новые моменты, новые какие-то вещи, но работает, у меня сработало это так. И вот этот опыт, когда я рассказываю, передаю через сообщение, так же этот опыт работает и у других. Соответственно, практика проверена, она работает. потому что много техник, которые красиво реально написаны, вообще просто ты читаешь, думаешь, вау, прозрел. Проверяешь, она может работать для кого-то другого, но не ложится на твою руку. Все, бесполезно. Надо все проверять. тыркнул, проверил, работает. Тыркнул, не работает. Либо по-другому работает. Вот эта тема работает. Ну что, друзья, пару вопросов мы заканчиваем, если они есть. Или мне не. Всех начался перепросмотр. Хорошо. Я вас поздравляю. про дыхательную можно, но по-своему тебе расскажу что-нибудь интересное будет создать эту тему. Что он до Кастанеду я их знал. Я тоже начал себя копаться, целую тему сепи операции. Нашел такую вещь, ты рассказывал, когда я в прошлом году ходил на дыхательную практику, турбосуслик, ты знаешь эту тему. И там значит есть первая ступень это слив полярности что-либо. Типа ты, мы, добро, зло и так далее. И потом следующий шаг это как раз таки перепросмотр. То есть ты там вот это все составляешь, там про все это написано, там все просто. Даете эпизод подсознанию, говоришь, прорабатывай. Оно типа прорабатывает, устраняет негативный заряд и все. То есть я работал, работал, ведь месяца два все это писал, по школам доходил. Но в итоге видимо то он не достарался, то и техника не для каждого. То есть реально что-то прорабатывалось, какие-то заряды устранялись, потом это я разобил, через полгода начал это дело вспоминать, эти негативные заряды, они как бы чуть-чуть становились меньше. Но все равно. То есть как бы есть альтернативные методики, но как-то они мне так полу помогли, полу не помогли. В любом случае это не единственный подход, да? Можно еще как-то. Ну да, все верно. Еще хочу обратить внимание на что? На то, что необходимо также все равно в какой-то мере задействовать свое тело. С ним как-то работать. Потому что все равно может это дело, если ты дал задачу подсознанию, но может все равно не что-то... Потому что есть какие-то моменты, которые реально прячутся запрограммированы на то, чтобы не выплывать. Когда мы делаем эти практики, они, конечно же, когда мы пишем, там... Какие-то упражнения, йоги, например, это же... Тоже. Держат артыки, там, свои кц-грики делают гимнастику. А как на йогу приходишь, тебе говорят, гимнастика без дыхания. Просто гимнастика. Но если осанно. И это дает тебе где-то успокоиться, остановиться на чем-то в дыхании и уже практику делать. Не искать того. Я туда беру. Как никто-то говорит, я руном занялся. Я говорю, ну что они тебе делают? Я на себя эту руну повешу, ну и чего, и чего дальше? Вот я советую. Мне надо понять, нужно мне это или нет. Я говорю, ну завтра ты что на себя еще что-то проведешь? Он говорит, мне нужен толчок. Ну кто или тебя знает, кроме тебя самого? К этому же моменту добавлю, твоим словам добавлю, что осознание вот этого стержня ваше, вокруг которого находятся события, многие события. Как раз таки то, на что вы можете опереться внутри себя. Но некоторые с детства помнят и чувствуют этот стержень, а некоторые его очищают и доходят до него через практику. ну еще просто дает понять, что ты бессознательный что-то делал, и сейчас ты это делаешь уже сознательно, и тебе это помогает. А это же ты раз у меня что-то получилось, до этого события была какая-то бессознательная практика. Да. Что-то неосознанно сказал, сделал, и все. Ну вот голодание тоже, допустим. Где-то неосознанно не покушал несколько дней, не было возможности, а тут раз и понеслась. Ну так, где-то неосознанно не поел неделю, я же неделю не ел. Я здоровый стал очень. Слушай, надо бы поесть. Что-то неделю, забыл. Некоторых и возможностей. Некоторые на месяц, да, хоб забыл. Что-то, а что все едят, я уже месяц. Так, просто забыл. Ну да, я понял, то есть, много неосознанных лишних действий, тут еще выплывает много столько лишних действий. Бывают полезные неосознанные действия. Когда они дают тебе в кассу что-то. Да. Так, смысл-то в чем? Выгрести все неосознанные действия, осознать, которые дают тебе, идут против кассы твоей. Действия идут не в кассу. То есть, отсидеть негативно и посидеть деструктивно. Да, убрать деструктивно, потому что действия неосознанные, которые вам вредят, это конфликтные моменты, которые внутри вас. Это конфликты, то есть, это разные направления, и нужно их повернуть в одно. В одно направление и все. То есть, все действия повернут, все стрелочки повернут хотя бы в один поток. У многих людей стрелочка в одну сторону, это в другую сторону, это в третью, вот так вот, все. И они вот так вот. Так вот. И все. Да? Хорошо. Хорошо посидели. Надо поесть. Чай попить. Ну, понятно, да? По списку. Вот этого уже достаточно. То есть, если вы начнете, вам это многое, 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 что даст. очень многое. А если вы параллельно, сейчас вот я делаю список имен людей, да, и еще делаю список положительных за каждый день. Прекрасно, делайте. То есть, параллельно с этим еще продолжать делать? Пожалуйста, конечно. Одно другому не мешает. Нет, конфликтов не будет. Список положительных действий за сутки, что это, что это такое вообще, что он дает? Как вы думаете? Тот, кто это делает? Тот, кто это делает? Точно. Стоят, положительные. Точно. Вы составляете список каждый вечер или каждое утро прошлого дня и записываете в этот список только положительные, только плюсы. Даже если был день полная лажа и была большая потеря в течение дня, вам надо будет даже хоть что-то за что-то зацепиться за положительные. Как вы вкусно там поели, хоть что-то вообще. Обязательно, потом и нет. И вы выписываете только плюсы, только плюсы, только плюсы, только плюсы. И проходит несколько дней, как вы понимаете, что ваших плюсов просто начинает прибавляться. Это просто ваше внимание, вы его просто берете все внимание, все внимание свое и концентрируете только на плюсах. Опять же, нужен ресурс, время и энергия. Все. Спросите. Про внимание зашло дело, и вот, что сказать? Про лихту, появляется неожиданная жизнь и вот тут просто говорят тебе вот так вот, откуда они берутся? Что говорят? Ну, про внимание. человек вот просто появился и не вот начал про внимание. Просто тебе вот, тебе надо свое внимание наценить там, куда-то. Хотя я его не знал, не видел никогда. это следующая глобальная тема, наверное, о, точно, родилось тело на следующей лекции. Внимание. Управление вниманием, да, мощная тема, почему? Потому что там, где ваше внимание, там ваша энергия. То, на чем вы фиксируетесь, то, о чем вы паритесь, это начинает быть составляющей вашей жизни. Все. Со временем вы в это так влипаете, что это формирует вашу личную историю. Ваша личная история формирует ваши действия сейчас. Ваши действия сейчас зафиксированы во внимании на какой-то фигне, например, или на, у кого-то на положительном, у кого-то на ответственном, ну, или на проблеме. Все, это опять же формирует вашу личную историю, ваша личная история формирует это направление, и поехали. Всё, это каббала. Внимание необходимо именно научиться управлять своим. Но опять же, его нужно переоформить на плюсы. Через кис, через ту же практику. Всё. Начинать надо с малого. Потом больше, больше, больше. Но это тема следующей беседы. Мне больше интересно, откуда именно появляются. Это знаки. Это знаки. Это знаки мира. Потому что с каждым из нас мир разговаривает на языке знаков. Я не знаю, какая тема будет сегодня. Я вчера не знал, какая тема будет сегодня. И я такой про себя думаю. О, Боже, дай мне знак. Дай мне знак. Потому что, понимаете, мой ум, он генерирует разные темы. Но он их генерирует, как вот один Д вообще. Некорректно. А может это? А может это? А может это? Вот он генерирует. Я беру свой ум вот так. И вот, давай-ка, дружок, вот тут. Вот тут. Погенерируй где-то тут. А сам смотрю в бесконечность и жду знак. И все. Но именно темы должны приходить не от этого, а... Потому что, когда она придет, у тебя раз и все, путь. Да. Потому что, например, к лекциям я обычно не готовлюсь. Если идет тема, ну, к примеру, да, на этом примере, если идет тема от ума, то мне придется готовиться. Понимаете? В чем фишка? То есть, я убираю ум и спрашиваю тему у бесконечности. Ну, у сила, да, у пространства. Соответственно, если тема приходит из пространства, то мне не надо готовиться, потому что пространство уже готово. Все. Все. Можно, конечно, составлять план, готовиться, вот это и... Утро такое. Помотану так можно что-то делать. Помотану так можно что-то делать. Почему? Математический анализ. Математический анализ. Можно, если вы этим занимаетесь. То есть, если вы занимаетесь этим несколько лет, то у вас это получится. Я не смогу сейчас прочитать лекцию про математический анализ, потому что я настроен на другое счет. То есть, нужно быть настроенным. Я настроен именно на эти области, в которых я организовал свою жизнь. И вот я... Вот тут внимание. Конечно, конечно. Я эту область организовал несколько лет. Соответственно, я уже с ней в паре работаю. То есть, это нечто большее, чем я. Я могу брать оттуда сколько угодно, но по этой теме. И выдавать, и выдавать. Если вы работаете с областью мат-анализа, мат, не... Ну, математический, то вы можете легко обращаться и шпарить. Вот и все. Все, друзья. Благодарю за внимание. Было весело, интересно. Хорошо. А, еще раз хочу напомнить. 14-го числа вишутха дыхания как раз-таки работа именно с этими полями. Мы будем заходить в глубокую медитацию на вишутхе в 2 часа дня в воскресенье на следующей неделе. Мы раскачиваем горло и каждое. Что будет после решетки? Вот те знаки, про которые вы говорили, те знаки мира, они усиливаются раз, не зная во сколько. Просто эти знаки начинают валить со всех сторон. То есть тебе кто-то сказал такую вещь, которую ты только задал вопрос, тебе хоп, подошли, сказали. Почему 14-го числа придется? Ну, потому что 14-го августа это особое окно. То есть есть дни окна. Есть дни окна. Сегодня окно, да, Откуда вы знаете? Знаю. Знак пришел. Знаете, да. Есть дни окна. Есть дни, которых не окна. Ну, например, в Ямае вот том же гранат Тальтек все они как галактический портал. Называется у них так. Ну, допустим, индийской там гадаши. Человек гадаши. Тоже порталар. Да. Да, но есть разные окна. Разные окна, разные события. Точно. Я сначала привязал эти окна к гадаши, то есть понял, что так. А потом оказалось, что не идет и гадаши, а с вами окно открыли. И ты смотришь астрологию, а там буквально дамаг свои. Слушай, ну, хорошо, если вы разбираетесь в этом, это облегчает. Облегчает. Много чего облегчает, да, на самом деле. Ну, много чего дает. Вот, 14-е числа будет окно, которое мы дышим. Вот и все. Не, ну просто в эти дни очень много влазит сознание. Хорошо. Все, благодарю. Всем спасибо. Всем спасибо. С вами был Игорь Негода.